Играет музыка. Короче, у меня синий экран наступил. Слышишь? Знаешь, что такое синий экран? Артём! Блядь, а ты из-за этих шипений, я вообще тебя не слышу. И пизда, короче. Пизда видосу. Блядь, подожди, стой, я сейчас тебя прибавлю, блядь, меня опять не сходят, все вернулось. О, блядь, блядь, блядь. Алло, алло, скажи что-нибудь. Слышишь? Да, да, слышу. Ты понял, что я сказал? Выяснил? Пизда всему видосу. Да. Почарай, блядь, я не знаю, выйдет ли это видео уже, блядь, вообще совсем. Но разве что, блядь, сравнивать. Сравнивать то, что я закажу, и то, что мы приготовили. Синий ебаный экран, покинь. А до этого в системе ожидания была эта... Ну, разговор в системе. В ожидании был, так? Блядь, ну... Хуй знает, что там произошло, но у меня синий экран, блядь, ебанул, когда ОБС записывал. А ОБС это такая мразина, блядь. Стоит ей что-то не понравится, аварийное его выключение сулит полным крахом. Вот такая хуйня. Ну, ничего страшного, опять запишем когда-нибудь. Что? Опять запишем когда-нибудь. Опять карбонар запишем? Да нет, что-то другое уже. Не, ну что другое? Тут уже так. Попробуем. Блядь. Что, может, даже... Не, не, видос я выложу, блядь. Посмотрим. Смотри, я, в общем, зажарил вот эти вот макарошки. Они несколько преобразились в своей слякоти, пахнут. Винцо добавил, как бы, блядь, апочные. Вот это вот винцо, не для того, чтобы я бухал. Потому что вы сможете с этого момента в данный момент. И у меня между прочим... Зачем, я учусь, учусь у повара. Ты же повар, Артём? Да. Повар из Израиля. Вот у повара из Израиля, как готовить карбонар. Но помимо готовки карбонара, у нас ещё и будет сравнение. То есть... Дегустацию. Готовит Артём. Параллельно вы видите его на главном экране. И меня сбоку, сбокочку. Ну, как обычно, топ-геймер сбоку, блядь, сбоку, сбоку. Ну... Ой, ты не пизди. А? Не пизди там сбоку, сбоку. Ну, сбоку, блядь, я же сбоку, а ты посередине. Ты, ты... Я же тебе позвонил. Или даже ты мне бы позвонил, Агинхе, а нельзя вот так вот взять моё окно, отодвинуть, переставить на тебя, а ты чтобы там сбоку где-то был. Можно. Разве? Да, на себя нажимаешь, на твою картинку. Да? Я, значит, слишком ленивая чему, блядь. Нееет! Дело в том, что если я нажму на свою картинку, я буду один, а тебя не будет. Ну да, я буду сбоку, сверху. Да? Нихуя себе. Ну ладно, так как поварит, то, блядь, точнее, не поварит, а по заветам, кого я поварю, по заветам, вот как раз таки Артёма, то, что вот у меня сейчас коваря лепочаны, это, вы видели, мы дохуя пиздели, видос был, я вот смотрел, когда последний раз. Час? На час двадцать, на час тридцать где-то. Да. Вот. С пиздешом там, с тобой, с тому подобным. Но, к сожалению, ебаный синий экран. На, блядь, вот этот компьютер, антимусор, блядь, я не думаю, что какой-нибудь мусор действительно спидел, ради того, чтобы взять, умереть и превратиться призракой, ебашить мой антимусор компьютер, аж типа, блядь, я его антимусором назвал. Не может ли быть такого? Блядь, я хуй знаю, но печально, что сильный экран. Я посмотрел, ладно бы там, хотя бы видос был в этом, в разъебанном файле, то можно было бы выставить, а то его вообще таким даже нет. Чебать. Да, то есть вообще его нету, нету и все. А все лишь потому, что большой вес был, вот я когда видосик с этим яролашем пилил, ой, яролашем, ну, обновлением, точнее, 7.00, у меня тоже, блядь, прикинь, там на гигабайты 3-4, один видос, я такой, отменяю запись, смотрю, хочу просмотреть его, накладшую на это видео, а у меня пишет ошибку, типа, битый файл, я такой, ебаный, 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 спустя некоторое время взяло и все раздуплилось, то есть он прожевал этот компьютер омосранный, прожевал через себя, пропустил все эти потоки, а вот что вот делать синим экраном, тупость, синий экран, причем спустя такое количество времени, ладно, у меня синий экран может быть тогда, когда я только запустил компьютер, спустя, ну, там, часов в 10, да, ушел спать на 10 часов в 12, включаю компьютер и в течение вот 20 минут у меня синий экран выскакивает, а потом все, я полностью играю и ни в чем себе не отказываю, вот это вот первые, такое-такая хуета, что синий экран, таки? Ну, печально, ебаный, вот, ну, смотри, что у меня получилось, в общем-то, вот такая вот дилемчика, выглядит, ну, неплохо, но, но, о чем я и говорил, печально, сейчас мы вот этот видос растянем на полтора часа, стоит, ты яйцо, что ли, уже вылил? А? Ты яйцо уже вылил? А, подожди, а, не, яйцо не вываливал, ты мне объясни, смотри, я с плитки снял вот этого, макаронину вместе с беконом и ветчиной, я вот, у меня еще в руке, вот это кажется ебаная, вот здесь починный, чтобы вы понимали, у нас просто яйцо и пармезан сверху, вот такое вот детское дерьмо получается, арбушевское, оно постепенно все пиадеет и пиадеет, я не удивлюсь, если, кстати, на элемент теста похоже, не так ли? Да, да, да. Это, это мне что сейчас, выливать на это дерьмище, да? Да, но, смотри, чтобы сковородка не была очень горячая, и чтобы яичница не превратилась. А, чтобы не была горячей, а яичница как раз таки это, вот тот вот белый ебаный элемент, ты про него говоришь? Да. Так, сейчас, сковорода, нет, сковорода, слушай, вон, смотри, нормально, вон, видишь, мою руку, щас, да, 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 нормально. А, вообще-то, у меня такой паро, я не чувствую теплоту, какие? То есть, горячо, слишком горячо, или тепло, мне похуй. Это, возможно, огненно было. А я, между прочим, знаю, не, я бы, ты бы хотел такой способностью обладать? Нет. Ну, это да, по-моему, залупа холодная, блядь. Я просто знаю одного чувака, ему похуй на холод, прикинь, он, блядь, в минус 30 может выйти в одной майке, блядь, покурить сибу, и все. Я бы не хотел такой. Вот, смотри, выливаю, выливаю желток с белком, ой, желток с белком, это почти одно и то же, так ли, Артем? Угу. Вот, Сэм, прормиза, о, блядь, как пицца получается. Слушайте, вот здесь, канарейки в этой, юной, выглядело по-иному, а вот когда уже на съедобной пище, выглядело довольно-таки съедобно, не так ли? Так, теперь че, Артем, перемешай. Да. Так. Я, между прочим, и все-все уже добавил, блядь. Ну, давай нормальный видос, я не знаю, как, блядь, и главное, чтобы синих этих ебаных экранов не было. Ну, это первый в истории, на момент, такой синим ебаным экраном, блядь. По факту. Перемешивать, тщательно перемешивать, или так? Ну, чтобы нормально размешалось. Объясняю, почему я говорю, что Артем сейчас по скайпу едет с нами, а я на кухне звонил, через USB-е эти самые переходники, через удлинитель, точнее, микрофон здесь так же можете видеть, скорее всего, скорее всего видеть. Вот. Ну, вот, смотри, что у меня получилось, с перемешкой. То есть, не то ли, у меня даже ничего не плавает. Понимаешь, Артем? Да, да, нормально. О! И это уже как банан у нас? Да, все уже. Эх, 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 эх. Ну, запах, что касаемо запаха, запах довольно-таки бля, просто вот так вот здесь. Ты прям с тесковородки? Смотри, они у меня, знаешь, такие макароны получили, не то, чтобы вверх на баске, что? Сейчас скажу, какие еще удостоверяются. Слякотные, да, они у меня слякотные. Не такие, что слякотные, подающиеся у меня на районе, но они листкие. Ты же? Во! О чем? Угу. Они у меня довольно листкие. Ну, так и должно быть. Они должны быть пиццами? Да, из-за яйца. Ну, смотри, они прям вообще словно человек-паук это делали. Иди посмотри, как у меня получилось и как я на тарелку ложу. Ну, да. у тебя там настолько зарумяненное мясо, что, блядь, сказать, что это дерьмище полное, блядь. Пачаны, к сожалению, сейчас я еще перепроверю, может быть, блядь, там проглузилось что-нибудь, блядь. Тоже, тоже. Мало, и мало, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Да, просто 0 байт. Но 0 байт написано. Со скольки мы там ебашили? С 2 где-то, часов? С полвторого, блядь. Да, с полвторого, с полвторого, блядь, куярили. Ладно, давай так пробежимся по основам, чтобы пачаны были в пользу, пока там еще и идет карбонар, вот это, чтобы сравнить вот с этой. Вот, то, что мы приготовили, смотри, отличие, я сразу могу сказать, то, что мне привезут здесь местное, здесь мы не имеем белизны, то есть, подзалубного творога у нас здесь не получилось. Так, ведь, Артем? Да. А то, что мне сейчас привезут, ты увидишь, там подзалубный творог будет в обильном, в самом обильном количестве, словно, знаешь, если бы ты работал бы в военкомате, в военкомате при бане, нет, в банном военкомате, тебя заставляли бы убирать за вот этими умельцами, которые там писки свои морят, вот, то самое мне привезут. Ну, попробуем, отцениваем, так же, из каких мы говорим готовили, я тут, типа, одну порцию наебашу. Давай я тебе сейчас с компа перезвоню, чтобы было удобнее. Что? С компа тебе сейчас перезвоню, чтобы было мне удобнее. Давай. Давай. макаронки у нас спагетти, обычные, обычные. Ветчину резали, 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 прирезали, также сыр пармезан, разумеется, вот то, что, но он не тянется, знаете, я вот здесь, может быть, я мало его натёр, в принципе, и на большое количество макарон израсходовал. То есть, малое количество сыра на большое количество пищи, ну, сами думаете, сыр это не пища. и... Продолжение следует... 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 христианином ебанулось дерево на башку и стал сверхумным ну пиздец между прочим начинаю чтобы вы понимали я если яблоко сожраю и не дай бог мне попадется семечко которое я приглачу я начинаю срать именно семечками блядь я ем и стука да блядь а что-нибудь я готовлю там готовлю блять а ты думала что я просто так пизжу что ли блять готовлю бля карбонар ёпты карбонар ёпт по своему рецепту готовлю говорит плохо готовлю бля прикинь блять ебать чё ты не уебался прикинь так ну что ж оооо кастрюлю я не забрал между прочим у меня еще макароны остались не до жирный бекон и та же самая ветчина я то сделал всего лишь на одну порцию у этого сало зачем ты убираешь когда ты уедешь я снова туда притащу но можно еще еще сделать потому что у меня как бы идет карбонарище местного сословия всего года Да, 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 конечно. Ты меня слышишь? Да. О, видал, у меня выяснил уже, блядь. Это из-за нервишек, блядь, приходила маню. Какая хуйня. Ай, блядь. Вон как накручивает, а? Как итальянец настоящий, а шо? А шо, итальянец? Вашо? Это сколько у тебя гражданцев? Италия, Израиль, Украина и... Белоруссия. А, ты так-то белорус? Да. А, кстати, блядь, я замерил, белорусов жирных не бывает. Бывает, бывает. Бывает. А я вот вижу всегда вот белорусов, знаешь, вот как лицо такое, оно не кругло, оно вот такое вытянуто, как у баринов. Ну, вот как у меня. Да, да, как у баринов. Я вот тут с детства таких людей баринами называю. Барин. Что? Молодец. Что молодец? Макароны сварил. Макароны сварил. Том-шеф. Не, ну, слушай, чтобы готовить, по сути, нужно, во всяком случае, иметь пристрастие к готовке. Если бы я жил один, да, вдруг я жил бы один, я точно не готовил бы сам, это сто процентов. Я бы просто, если бы были бабки, если бы были бабки, а у вас в Израиле как там, с ресторанной пищей она там пиздец дорогая? Или, ну, разумеется, в любой стране проще готовить самому. Дешевле. Ну, смотря на какие рестораны. Есть даже супертоповые ресторанчики там, где будет хуже, чем в среднем. А просто они, они просто берут за свой ЧСВ, там, видеть ли. Ну, да, 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 есть такие, вот, смотри, люди в эти времена, они платят за имя, не за качество, а за имя продукта. Так. Ну, вот и за это. Так, ты меня, наверное, в двойном эхе слышишь, ёптюбля? Нет, нормально. Вот. Так, намного дешевле, всё же, всегда, вовлю, нет общепита такого, что тебе бы подавал еду, равносильную цене того, что ты сделаешь, или даже ниже, ещё тем более. Всегда будет завышенность, однозначно, заготовку, заготовку будет, она выше, однозначно, не так ли? Так. О, карбонар, вот, сколько у вас стоит карбонар, но в среднем? В ресторанах, ну, шекелей 50, это получается, сейчас я скажу. Это получается... Бля, у тебя голос не подходит к телу, я тебе говорю, бля, ты... Не так ли обучены? У нас карбонара получается 13 долларов. Ага, там 700 рублей, бля, 700-800. Ну. Лео, блядь, это сколько грамм? Граммовка. Так же, как и вы приготовили, одна порция. Не, ну, там же, где-то там 300, там где-то 400, блядь, граммоль. 250. 200. А, то есть, блядь, на две вилки, нахуй, намотал и сожрал? Да. Это же Израиль, тут ивреи, тут все жены. Не, ну, 250 грамм за такую... Ну, у вас, блядь, ценники нормальные, в плане зарплаты-то, блядь, ёпты. Ну, да, зарплаты здесь нормальные, но все дороже. Ну, а по качеству продуктов, вот, например, если ты приедешь в Москву и попробуешь сделать карбонар из московских продуктов, ты разницу почувствуешь или нет? Да, конечно. В худшую сторону? Или просто почувствуешь разницу? Не знаю, если в лучшую или в худшую, но почувствую. Ну, как считаешь, какую все же сторону-то? Мне кажется... Я думаю, в худшую. Ну, вот я смотрю, у тебя макароны, блядь, прям такие. И ты... Это ты одну порцию, типа, сделал? Да. Блядь, ты смеешься? Я одну порцию свою с четырех вилок, блядь, с трех съел. Ну, так я нихуя... Наложу, а мне меньше. Ага, как этот... Таджики обычно так делают. Да, да. Таджики потом... Ну, блядь, все вот эти... Мусульмане, ёп ты, блядь, а ты мусульманин, что ли? Нет, конечно. Фу. Как... Аллах, хабар. Мусульмане, они это... Самая молодая религия, между прочим, почему... И я удивился, блядь, кто-то из Ютаба, даже вот из видеоблогеров, таких, которые позиционируют себя разумистами, не знают, что ислам это самая молодая религия. Возможно, у меня просто память раньше была лучшая. Во всяком случае, я знаю. Как ты думаешь, сердце какого животного самое большое? Блядь, с хуй знал. А, ты что, биолог, что ли? Не, ну, как ты думаешь? Ну... Я, блядь, не помню, было... Ну... Ну, вот, животные, животные, там, слоны, там, гиппопотамы. Разумеется, нет, одно правильное слово я не произнес, я должен понимать. Сейчас скажу. Или как там... Ну, да, самое большое, по идее, как сердце, потребляемость, оно, естественно, должно соответствующе стоить, ну, по крови. Кровеносное. Очень сердечко. А, ты в гугле, я уже вижу, там. Какой нахуй гугл, блядь? Я лишь скажу тебе, что это животное... Ну, во всяком случае, я не знаю ни одно блюдо из него. И оно так же... А? Жираф? Так ты, блядь, загуглил, нахуй, загуглил, блядь, жираф, ёпп. А это я с детства знаю, почему с детства. Потому что я, кто хочет стать миллионером, смотрел. Вот кто хочет стать миллионером. А ты этот вопрос, я помню, ответ. С Галкиным таким, блядь. Да, сто процентов. И это, блин, что от... Ислам это самая молодая религия, самая юная. Всё остальное, блядь. На угадайку, ёптю, блядь. О. Топ геймер звал. Да, 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 если это... Карбонар, да? Да, понятно, я просто. Ага, ага. Он в домополную звонит или на этаже? Ну, он в домополную. Ой, третий. Я тоже. Угу. Ну, слушай, сколько минут? Минут 25-30 ехало. Ну, да. Где-то так, 25-30 минут. За 25-30 минут, по чему, мы сейчас сравним карбонар, карбонар, тот, что мы приготовили с Артёмом, и что я жру, как правило, если я хочу его. Но скажу лишь одно. Он лично, вот, когда я месяца два-три назад брал, а раньше я брал, блядь, чуть ли не каждую неделю, а то я, блядь, на неделе несколько раз. Сейчас он стоит... Ну, посмотрим, сколько сейчас стоит. Сколько у тебя бабла уходила на это? На жратву? Ну. Ну, блядь, я, знаешь, если у меня есть бабки, я никуда не откладываю их, я не коплю ни на машину, ни на квартиру. Я просто беру на широкую ногу живу. Вот так. Так копи давай. Не, ну надо. На Израиль. Не, ну на Израиль. Можно при... А ты сам не хочешь в Киев приехать? В Киев? Ну, да. Страшно как-то. На мажор. Так, а мне ещё страшней. Не, я попытаюсь одного чувачка взять, точнее, так, на будущее скажу, даже несколько чувачков-боевичков не стоит ко мне там подходить. Это не сто процентов, что я поеду, и не сто процентов, что они поедут. Но если вдруг... Хотя, не, не буду говорить, не буду говорить вообще ни о чём. Меня возьми, стопим. Да, с этим даже нам, блядь, борт самолёта не пропустим. Единственное, есть вариант не получить эту самую визу. Там ведь сейчас ужесточили не так, как с карбонаром. Никак, не так. Вот с пищей, представь, был бы сорт пищи такой, что, вот как арахис, он ведь только в этих... В Иране, блядь, растёт. Арахис. О, не арахис, фисташки, блядь. Да-да-да. В Израиле тоже, кстати. В Израиле... Чё, у вас там прям эти, фисташковые деревья, бля, ебашут? Ну да. И ты подходишь, срываешь их и ебашишь? Не, ну их охраняют, конечно. А кто их охраняет? Дедок еврейский? Да. Который за каждую сфисташку спросит. И, кстати, вот пальмы растут везде. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты не слышал, вон, у меня мать спалила, бля, прикинь, то, что я вино заныкал... А я его заныкал в шкафик, в такой, блядь, милипизрический, и пиздец... Так, в итоге, вот что у нас пачаны получилось, вот, смотри, ну, я уже немного поел... Как мы видим, о чем я вам говорю, белизны у нас не особо много, а у вас вообще белизна, она приветствуется или нет? Ну-ка, ну-ка, покажи, ну-ка, покажи... Ой, я уже отнес, сейчас принесу... А, ты уже, бля, типа не можешь скушать, да, одну порцию... Что ты говоришь? Типа не можешь захавать одну порцию, не еврея вовсе... Не, я не могу, я уже хабал сегодня... А я на голодный желудок пачаны, если что, ебашно... Вот, от этого и получается такая вот хиромантия... Вова! А теперь посмотрим, что нам привезли... Громовка, я не ебу сколько пачаны, но... Весит она, как пустая сковорода, а то и меньше... О! Это вот то, что у тебя, да? Ну, я смотри, не вижу, чтобы там белая хуйня была... А, разве что, подожди, в малень... Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Во-во, сбоку, вот, что-то там было! Или это всего лишь жировые прослойки какие-то? Где это? Да, это что? Это сыр! Ага! А вот смотрите, пачаны! Теперь открываем и распакуем карбонар... Тот, который... Не так, что магазинный, но ресторанный... Смотри, в каком пакете он приветствуется! Понимаешь, привет? Вангую, что макароны слишком мягкие! Что макароны? Слишком мягкие! У тебя? В пакете, то, что заказал! Ты думаешь? Да! Так, а как ты считаешь, что здесь еще присутствует? Окей! Ну, помидоры могут быть... Не, ну помидоров нет! А что-то такое листевое? Базилик? Ну да, базилик, блядь! По идее как, ну подожди, стоп! Вот это, я не думаю, что какой-нибудь... Но это, если базилик, то это очень усопший базилик! Фу, блядь! Ты видишь? Это похоже на... Испорченный базилик! На две половые губы, блядь! А у вас, кстати, половые губы тоже обрезают или нет? Нет! Бабам не обрезают половые губы? Нет! Блядь! А вот в исламе, кстати, обрезают, там, пиздец! Только мужикам хуй обрезают и все! Нет! Понятно! Это по этическим нормам? А! По религиозным, блядь! Понятно! Ну! Так! Смотрим! Вот, смотри! Вот, что покупное? Что, хуёво выглядит? Да! Ну, это, наверное, качество может уебанское! Ну, смотри! Лично, так, если посмотреть, сыр, прям, он настолько российский, насколько это возможно! Словно сам Владимир Владимирович готовил! Как будто кто-то кончил на это и все! Нет! Вон, глянь! Вот, я взял щепотку сыра! Сука! Оно даже не истекает! Нет! Ну, смотри, как тебя... Ну, это на удивление! Он, блядь, не ху... Хуя себе! Это нормально? Это пармезан или нет? Это не пармезан! Сто пудо! Да? Ну! Ну, вот смотри, я когда перемешал то, что мы приготовили, я, например, сырные прослойки, может быть, надо было больше, но вот, то, чтобы у меня там что-то тянулось, это, конечно, надо в большом количестве, скорее всего, не так ли? Да! Ну, а так это тупо вкус, блядь, присутствует! Ну, так и надо! Оно не должно тянуться, вообще! Угу! А в тянущихся блюдок это типа пиццы, блядь! Да! Вот пицца это охуенно, когда тянется сыр! А вот, кстати, ты спрашивал, какой сыр больше всех тянется, это моцарелла! Вспомнил! Ну, это да, популярная хуйня тоже! На пармезан, на каждом рынке, блядь, и то, и другое можно найти! Итак, спачаны, смотри! Во, во! Белизна, смотри! Фу! Что? Это типа сыр! Ой, какой сыр! Вот что вот эта вот белая хуйня может значить? Похоже на сливки! Да? А вот как сыр? А вот как сыр? Как раз таки, как раз, а может быть у нас рецепты, блядь, отличаются? Потому что смотри, мазоха, например, когда я ему звонил, находясь в магазине, выбирая продукты, карбонару, ты ж мне так быстро сказал, и я опнул, блядь, сразу. Да. Вот, нихуя не записал. Приехал я в магазин, пачаны, и набрал мазош, он как поваренок, должен был знать. Во, во! Вот смотрите, что, что стало с вилкой, ты видишь? Ну, фу! Ты? Не люблю, когда так. Словно я в чью-то залупу чужую засуну, блядь, с наличием крайней плоти. Так вот, я мазошу набираю, говорю, что надо там для карбонара, вот такой, ну макароны там, пармезан, чё я там ещё притащил, винцо он мне сказал, ну вот, от чего я купил вино. Он тебе сказал вино? Да, вино белое. А так он мне и сказал сливки 33-процентные. 33, вот возможно, у нас и рецепты отличаются несколько, не так ли? Могут. Карбонар-то он, блядь, этот карбонар наверняка в Италии готовят лучше всего, тебе не кажется? Ну, да, естественно, это же итальянское блюдо. Нет, и причём в Италии тоже есть подстрель, посредственные эти самые ресторанные бутики, там нужно искать, ну наверняка есть топ, топ вот этих самых в интернете, блядь, заведений, где можешь прийти и насладиться лучшим вообще карбонаром, который только есть. Ну, карбонар вообще-то, по идее, его придумали в Риме. Во время Иисуса? Да, давно-давно. Пика в Рязани в Иисуса? Это уже в Израиле было. А, да ладно. Ну, конечно. Бля, ну нихуя себе. А, у каждого своя правда, а я думал бы другой хоть. Так посмотри в Иерусалиме, Виа Делароза, там где его несли, Иисуса. Бля, короче, я Эдику, ну знаешь Эдика, да? Вот, я ему предлагал запрапсить рекламу, ну если бы кто-нибудь купил такую рекламу, типа, ну там тех же самых кейсов каких-нибудь тому подобного, гонище. А, и реклама-то у нас несколько заувелированная. Допустим, сначала Реал идёт, там, тому подобное. Ну, блядь. Словно, действительно, короткометражка от этого, как этого хуя-то зовут, блядь. Который снимает Бра-2, там, вот это вот. А, он, правда, помер, блядь. Но, тем не менее. Вот. Ну, всё, типа, на отдельном русле. А мы бы запрапсили, я говорю, Эдик, давай сделаем с тобой такую вот рекламку, где Страсти Христова ты смотрел? Он такой, не, не смотрел. Я такой, ну, блядь, взять момент, когда тебя римляне, там, хуярят, там, тому подобное. И я буду один из, я буду Польтипилатом, а ты Иисусом, я его хуярю, хуярю, он крест несёт по Краснознаменску. Он сказал, не, он сказал, не, не хочу. В Израиль приезжают, пусть приезжают, крест носить. Так он сказал, ну, да, ну, а, блядь, слушай, выебнулись бы. Цель, целька бы выебнулась. Да, это да. Вот, так что, этому, если дано, то только в закрытом доступе через Торбраузер. Вот. Далее, что, смотрите, давайте сравним просто количество этого бекона. Здесь, вот смотри, это бекон. Вот то, что у меня есть. Скорее всего, бекон. Ну, он ломтиками такими. Да, похоже на бекон. Тоненький. Он, главное, что тоненький. Ветчина, она полноватая. Её, как не режь, блядь. Ну, сейчас. Макароны. Я сказал спагетти. Ну, так что, спагетти, спагетти. Вот. Единственное, что норм. Аммм. 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 Вы должны уяснить, что готовим, готовим эти блюда, вы по факту. Должны на каждый боток вилки или ложки, чем вы там жрёте, должное количество мяса уделять. Вы знаете, я взял, намотал на то, что мы приготовили. Ну, потому что, макарон у меня было не так-то много. Эээ. Эээ. Ветчины, ммм. Побольше, чем бекона. Только лишь потому, что её, её не разрезал, как следует. А. Эээ. смотри сколько у меня тут просто мясо блять ну ахуяна так вот так и должно быть да судя и как такое возможно что я все макароны а мясо у меня осталось макароны и мясо не будет закончится но здесь выводит попа вот этот соус хоть он белый 430 рублей стоит если что на рублей 300 дороже чем у вас ну очень дорогой дорога дороже чем у нас получилось не у нас то что мы с тобой готовили ну блять ты хочешь сказать готовить самому не выгодно очень выгодно наоборот так там на несколько раз разиков получается у тебя считай я причем мог все макароны замариновать распарить разварить беку единственное вот бекона маловато я бекона взял на рублей бля где-то 70 80 что такое это считай блять до доллар 30 центов где-то того у нас бекон дорогущий но это потому что вы ближе к европе бля я переел конечно этой хуйни всей не жрал пчаны проснулся в 12 часов пошел они никуда не пошел стоп сегодня какое число сегодня 14 14 где я сегодня никуда не ходил блять а я получается с тобой созвонился блять ну да и потом поехал блять прикинь память настолько отбилась что я вчерашним днем живу будто я съездил на этот магнитотерапию процедурную блять пиздос съездил закупил нихуя не пожрал вот блять я ща ща по факту сытый мне нужно еще кривон въебать но я просто блять немного допиваю этот винишечка ебучая а вот что вот с этим слушай как как вот ты сделал например приготовил карбонар приготовил его от на а другой день не мыслим вот вот то что у меня сейчас есть куда это положить так чтобы это не испортилось она испортится за два дня во первых ну завтра уже испорчено будет завтра первых да там сливки это во первых во вторых там сыр уже плавлен и мясо еще так она очень быстро испортится а вот насчет сливок как раз таки я же сливки брала для чего для того что мазоша мне посоверил типа сливки бери а у них видимо просто в этом в ресторанчике это другой рецепт вполне они может быть и сливок там ебашут они говорят сливки 33 процентные а говорю блять я не не ебу где эти сливки нахуй в этой вики блять находятся что богини между прочим у кого у всех вики вот которых я видел и голыми притцевали передо мной у них половые губы огромные пизда да так всегда у меня тоже было так может быть знакомая с большими половинью губами так я в этих половых губах я еще детственник тогда был но такой бля понял не образованный плане проникновения в вагину ковырялся там искал видимо средиземное море может или еще чего-нибудь просто брал вот так вот а половые губы там словно вот как бекон брать только бекон не вот так а вот так вот вот бербер бекон беку беконовый прослоечка такая справа и слева и ты берешь эту беконовую прослоечку в разные стороны и ковыряю я ковырялся ковырялся пока не зашел кореш ко мне один и не наставил мой же член взял в руки мой член взял в руки и наставил вагину разодвину эти беконовые половые губки не но половые губы слушать для меня лично выглядит как кожух кожух такой защитный когда ты в нем ты чувствуешь себя в защите почему вот я вот приятно тепленько да блять ну так что теплый если я брал за лупы я помню водил по этой половой кожице она такой знаешь словно ребристая шуршава да да ты кошловный язык где-то блять по языку и мне аж больно было потому что словно я кусок за лупы там оставлял это же ненормально видос просто понятие перешел в другую ашу не шабалдами на уже мне блять на днях точнее не на днях декабрь феврале контрольная проверка на вич и все потому что меня ж баба блять забрызгала кровь либо иногда шабалда месячными такие на 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 руках у меня была кровь печаны если что кто не помнит блять просто я словно чувствовал себя от этим работником рода отделения акушером принимал снимаю гандон смотрю у меня пальцы что на правой что на левой руке в крови такой не прям яркой крови словно выстрелили а черный такой крови нет нет как кетчуп взять растереть такая блять застоявшиеся словно на части смотрю блять сразу в то ли ванну блять сто ли сто ли там ванну руки промыл помыл прихожу в комнату блять она сидит у меня на вот этой кровати блять такая смотрит вот это я тебе хотела сказать что месячные неожиданно пришли блять ну я просто слушал ее я слушал я даже спрашивал типа блять ты больна ли чем-то там тому подобное я надеюсь не больно но в пятнадцатом году мы на топ-кате трахать я ну начало да началось все это из меня из-за того что у меня гандон порвался печаны да гандон порвался блять и я кончил прям вагину азиатки бурятки точнее буряточки гандон порвался в шлюхе блять проституточки тебе плохо может быть и ей так вот слушать я кончил но не зная еще что презерватив порвался паду рядом с ней на подушечку анка вагину видимо трогая такая потрога блять и меня кончил куда ладно антка показывает мне руку что кончабли у неё на руки ебать меня это возбудило она еще говорит а ты ничем не болен точно нет конечно я ни хули шабалда блять шабалда стресс и говорит топ-геймер болен я и чем-то блять а ты не болен чем-то нет естественно не болен а меня это так возбудило что я в нее кончил я сразу представил рыжих бурятов блять а то чего у меня базовый стал подъебывать и же бурят привет брат там да я его стал без гандона ебать ебать но я не кончил я ее минут десять пер где-то блять я пюре причем у нас там кровать такая двухспальная нормальная блять прямо еврейская для себя для себя и для бабы блять зая здоровенная смысле я ее и так и сяк понял чисто пинками блять ревка ревками ебашил все понял что и если я продолжу я просто выдохнуть силы уже закончились второй раз я не смог хоть у меня по залогке то зудела я все хуй забил а потом все остальные пошли ее ебать без гандона тоже таки но я был первый я был первый я после их не ебал я буду что насладился вот этой хуйнёй и все вот такие дела блять блять 5 часов слушай а у тебя там я вижу светлые светлые светло блять номер 4 дальше светло темнеет у вас во сколько темнеет у вас во сколько ну уже начинает темнеть но темно прям вообще чтобы блять уже в пол шестого а вот так вот погода на улице ну сейчас очень холодно ветер сильно и дождь но ты вот так вот не сможешь выйти взять и прогуляться вот в данном одеянии не не будет очень холодно то есть нужно какой типа у вас как осень у нас зима у вас типа осени давлять ну да вот из-за этого я говорил что не стоит час приезжать не я уже я знаешь как хотел приехать между прочим почины это кто не знает я думал дверь открывают блять а это кот в сортирую копошится это если что реже x донатов чего который помогает о ней мир хоть как-то до выживать вот но причем я заметил раньше раньше вот тринадцатом году вообще не было доната ну ни у кого не было доната все стримили и стримили себе но было мало стримеров мало 14 побольше но также стримили и не донатили в пятнадцатом стримили тоже не да а вот с активизации 16 года с приходом 16 года реально прям эта хуйня и здесь нужно отдать я считаю должное именно урине карине кариночки да вот я как заметил что карине стали донатить и пошло-поехало по всем просто по всем а что с ним сейчас кстати интересно чем ее на твиче по чане сейчас смотрят блять тысяча 300 тысяч четыре ну как она опять же чтобы тебе над на стримах смотрела регулярно много если ты вдруг там ну хоть отчасти нами то надо чаще стримить каждый день как и да и мир как каждый день стримы хоть и там по четыре часа но тем не менее у них там есть свои графики распорядки вот и ну и не я вот этой хуйней я всегда если утром захотел запустил стрим запустил стрим вы после одной проебанной игры и настроение уебалась все нахуй то есть я не заставляйся стрим ну так и на хочешь хочется если у компьютера ничего не делаю например я была даже прописал этот самый то когда монтировал видос мне еще модератора твича отписался по блять ты игру меняют на не гамминта у меня тогда гаммин толпин шоу а там что-то типа с саморазвитием связано было такой вот такая вот конятного арену да это вот это вот слова варина и никогда варина не называл ее вообще никак не называл блять это спитера просто чувак один назвал его и нет подумать варина ну и на моча последний раз я видел 1300 ну бля павел ей надо стримить стриме 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 чтобы навязывать что-то новое там у него да есть там пиздали за свои разуме пиздали за есть у каждой бабы ну например если она будет тягаться с той же самой вот в нынешнем моменте это на подхвате во на подхвате знаешь такую девчоночку да 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 скидал ей пару шекелей нихуя что ты геешь что ли блять я никому не скидываю ха 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 из женского пола да стой это так это с которой ты играю на подхвате другая девчонка то что там за ней чуть ли ситуацию савельичем не повторила блять порно ролики блять ну не в плане того что она там ожирела хотя может быть ожиреет видосиком с ней типа есть и был один я не знаю если честно отвечаю только теасыру и иногда мафаку все я за компом не не сижу так честно понятно понятно так вот если даже урина вот если сравнить урина такая тема пошла за баб в стримах сравнивать ее с на подхвате бы на подхвате количество просмотров больше имеют чем урина хотя блять у них возможно аудитория даже одна пиздолизов блять одна запустится и вторая подрубит и начнется то что и следовало ожидать там где более слащавые ебальники там больше кроме зрителей будет сейчас я кстати покажу кое-что ого смотри я не знаю думаю не букать эту хуйню это шо это полугая блять причины видос выйдет разумеет ну не этот это тоже выйдет а с этой хуйней но это хуйня вот это тупо подарочная вот просто бутылка с внутренностями стоит ну две тысячи с хуйней там три максимум тысяч рублей это водка типа да да она даже самогоночка здесь сама хуйня в том что якобы подарочная а я ёпта в магазин когда пришел мы с мазоши точнее приперлись нам дали эту бутылку и вторую бутылку я думаю блять начитали они там 9000 с копейками я думаю блять 9000 копейками ебать это дохуя это получается какая-то из этих бутылок явно 4 а другая там 5000 стоит по сути ни хуя себе ну ладно похуй я говорю пробивайте я посмотрел на упаковку и сразу прицел что это у меня даже будет после попойки хранится бутылку тому можешь выкинуть по пьяни блять а коробка всегда останется я вижу у тебя только лишь 2d2 блять это много что ли артемы тхуя и за сколько времени ты наполнил вот эту полочку артем за сколько времени ты наполнил эту полку за полгода не ну за полгода 6 месяцев ну блять так тут 9 бутылок и то ты же сколько 8 8 а 8 бутылок это хуйня блять вот это вот вещь вообще просто пиздец вот это вот я узнал пол полугарь ой ублять по полугарь тревать начали отновить видео выйдет с тем как я но там правда качество ебанутая будет особенно в конце из-за того что я проснулся вот с такой вот пыль и башкой у мазоши дома блять я даже не помню как мне доехал блять опять антиподвижение ёбану карбона я все-таки блять буква буква бабы бабами она у меня уже подостыло да чисто если с натяжкой прямо вот теплая а вот термопатеты у вас такие используются ну очень часто так ну если в ресторане делаешь заказы тогда да альтернатива вот этой хуйне какова ну если ты сам берешь кому-то и скажем к себе едешь куда-то так просто в стеклянный какой-то стекле да слушай прям стеклянной посуде дают тебе да ладно не из ресторанов конечно ну а что там как это стекло выглядели блять юбанские или нет то не нормально то есть вместо лукошка идет стеклянная обертка блять фольговый не ты не понял а что с ресторанов также дают да если к себе ты какой-то едешь и сам готовишь берешь стеклянный да так а чё за стеклянная ну стеклянная емкость какая-то не накрываю а чтобы не испортилась типа блять да а сверху ну а я одни я имею ввиду что альтернатива вот этой вот хуйне фольговой вот или всегда вообще даже у вас в израиле в такой вот поставляю на заказ в такой или в маленьких картонках таких или в пластике в плаву в плаве как доширяк типа блять да желтый на блять ёбаный понятно понятно ну ладно чая да блять хребнул не 50 грамм конечно меньше дело в том что это чудо-юдо пачаны должно оставить остаться до нового года тут да вообще краплом он может у лицезреть и прикинь вот видишь да здесь 61 градус вот в этой хуйне я вижу у тебя глинты гли как у тебя называется вот эта хуйня глинтфиндер лебать вот этот глинтфиндер я покупал в своем городе в магазине где продают всю и всюду в любом в любое время там не буду углубляться в общем тоже глинтфиндер спрашивал у них что-нибудь дорогое как раз тогда стал нормально бабок зарабатывать там что-нибудь дорогое но не большем объеме не в большом объеме чтобы не нажраться они мне показывают вот как краски там круглая да вот такая большая портсигар вот этот как коробочка да было бы у меня это коровы сейчас может быть все эти осталось я потому что дома эту хуйню хранил хранил долгое время и не пил потому что я боялся я реально боялся они это хорошие виски считают так вот коробка вот это вот почему я ее не пил приводит содержимое этой коробки для как эту коробку открыл там блять представь что миллиона ржавчин просто блять ржавые трубы там просто вот это вот крышка вот покажи мне на коробку вот эту вот саму я-то помню как как открывается да прям и примерно сверху сверху как принглз да 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 так вот у тебя там внутри все белое а у меня было сверху вот этот оборот здесь и ржавый нахуй внули ну блять словно полот вот и крышка была такого жеватого цвета пришлось пришлось и я помню я бы я выпил эту хуету но под какой момент ну блять знаешь у нас-то мега хуёло и чё ты его прям залпом был как доктор ну да с тобой сейчас я только не могу его открыть дрящавые израильтяне не вот это вот штука бля пачаны мощная я вам говорю вот это вот если у вас вдруг адена есть нормальная адена и вы хотите подбухнуть качественная бухла не коньяков не виски не тому а вот пожалуйста кривач это по польская дилемма я вот если пью алкоголь это только пиво ну блять и вот я пиво свое время слушай нам не по походу придется причины полностью избавиться от кривача да тут потому что смотри сколько осталось ну это уже можно данный продукт у меня в руке пшено вот это вот все дерьмище как раз таки содержится вот тут в этом производном криваче 61 процент это не шутка до 61 грамм ну давай топ гаммер из the world вот за нормальный карбонар вот видите какой карбонар приготовили идеальный просто блять это видео обошло часа два наверно уже от уюта уже уже второй третий час идет сильно алкогольные напитки пятнадцатом году с ноября месяца их стал пить я не люблю вообще сильно алкогольные ну а типа через силу да нет я их тоже терпеть особо не люблю знаешь с моей поджелудочной лучше конечно сильно алкогольные но поменьше вообще коктейли коктейли бля блять карбонара бьет бутылочку зараз как эдик у меня стрельнул вот открывать сочи и налил безусловно потому что у него тогда на столе калина красная была и он разумеется свою калину красную с добрым медведем лучше бы выпил чем кривача и аналира кривач он выпил говорит из одной бочки это все а по крепости как у крепкой типа пизда а нахуй ты сам такую хуйню пьешь типа были ладно мы тогда пинчуге блять попробую но это реально это настолько крепкое гермище ну на празднике самое оно то есть как абсента да это вообще там нужно такую стойкость иметь и я помню одной бутылкой блять абсента на но после нового года когда я эдик семён был чечня со своим адмазелью никита также все нажрались с одной бутылки блять и особенно эти киповы после видимо абсента эдика понесло и до сих пор он пьет и в день по 2 по 2 водочки ну чтож я думаю пора заканчивать что же новогоднего какого-нибудь пиздатого в носки санты что можно в носки санты курицу можно курочку взять и в печку закинуть вместо там аж обычно пакетом накрывают если в пакете готовите курица мягкая становится да да потому что она в своих парах готовится а вот у меня мать индейку знаешь эту индейку типа индейка это диетическое мясо так да и это дело в том что она сухая у него грудинка очень сухая и но ее надо шприцом тормозок какой-то маринаду мать да а чем колоть маринаду и какой-то и просто вовнутрь ебашишь да 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 нихуя себе и потом это все типа во время парки рассасывается да и она не будет очень жестким и а то у меня вообще блять вот куски индейки я на голодный желудок максимум два куска могу съесть потому что оно как белое мясо идет да 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 так вот это белое мясо очень сухое я больше всего не могу съесть вот этого блюдечка я потому что уже и под напил и под наел пора заканчивать пачаны карбана готовится вот то что вы приготовили чудом макароны блять бекон ветчина все это разрезать порезать яйцо с пармезаном смешать да именно в кастрюле в какую въем в мини емкости так макароны же поварить поварить сколько там минут 10 где-то максимум да не 8 меньше 87 но по вкусу бля берешь и в рот засовываешь макаронину блять не боясь что у тебя рот может взять и отвалиться прокусываешь и если ты можешь даже сравнить принципе я если ты качок куснуть мышцу свою на руке о такое спрессованно если спрессованная макаронина то надо дальше доваривать потом берем эти макароны оставляем все в кастрюле но сливаем воду на немножко чтобы чуть 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 водички оставалось далее кастрюли берем мы бекон нарезали до бигона резали ветчину нарезали блять кастрюль любите как это как это ход называется сковородской сковородка и в насколько сково это лишь не русское слово сковородка блять это явно блять какой-то сибири вообще далекой предалекой нахуй не у сибири будь и русской да я не смею спорить но тем не менее это такое блять старинное слово сковородка сковорода сейчас есть много вариаций этих слов но сковородка сковородка можно в анекдоте использовать сковородку вот русский немец и американец встретились американец со своим там м249 пулеметом это второй кого я сказал не немец да со шмайсером блять стоит а русский со сковородкой еб ты бля а в отеле вот они стали выебываться о бля русский а ты хули тут у нас на курок стоит только нажать как то есть а получится а как же хохлы нет хохлы потом хохлы в следующем выпуске и вот эти вот чучмеки да назовем их так как начинают разряжать очередь в русского русский берет это сковородой блять хуякают про она же как титановая бля и у него железо сплошной ебаный и рикошет смотрит русский на немца и бедного американца ну точнее полубедного американец что с тобой тебе плохо ты считал что сковорода не отражает выстрелы бля хуёва мне ебаный в рот к немцу подходит немец такой а тот сразу его сковородой как в русских советских фильмах как по бам бля жены алкоголиков проучиваю знаешь да сковородой по ебалу дают сразу ум приходит все принес минут сковорода это то есть чисто советская русская блять словечко так что как думаешь что такое мне кажется это бекон 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 это корочка я бы похоже так силуэтом тоже а так на ботинок похоже смотри ну на бобжатке ботинок с дота первых там не на валенок также на валенок блять на фризулины похоже фризулина там только другой цвет бля еще на одну на космолет на космолет старварс по-моему смотри правда подбитый не это вообще не на что не похоже на дональд дака а смотри ну да 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 вот это вот у него носяр вот этот клювенный вот глазики и ширика вниз у них же как у этих пидоров вот ну чтож патчаны я думаю блять давайте слушай прикинь здесь открыто оказалось вот эта хуйня я бы ее не открывал если бы можно попробовать да надо попробовать если бы я видел что она запечатанная ни в коем случае бля я реально кто-то отпил смотри ты видишь вот она должна быть ну хотя бы вот отсюда кто-то 50 грамм налил блять видно было ну и мать а между прочим когда мы покупали вот это вот хуэтень в кавычках хуэтень если вы мало пьете и хотите бухнуть как следует то пожалуйста вот это вот производство именно для вас создана кривач то самое вы можете вдвоем хорошенько посидеть закусочкой ну на руси баблишко скинуться главное скинуться вот у вас как в израиле это принято это вообще отдельная тема видео по сути ну ладно раз уж давайте совокупляем то что у нас должно было получиться да с поварской хуйней и сейчас будет полу поварская у вас в израиле заем денег ну в смысле если скинуться просто на шашлыки съездить или что ну если скидывается то конечно все а так обычно мы по пятницам с друзьями идем в бар ну если я так ничего страшного а если нет не то чтобы один раз жизни на протяжении всех разов бухалова ну ничего страшного вернешь когда будет возможность когда будет возможность то есть год-два вы готовы поить чувака ну да если это друг а ну если то а если просто знакомый какой не если звали друг это вачу у вас что это такое долго знаешь или может быть там приглянулся тебе там коришь там о бля пачан ёб ты бля знаешь есть люди с кем приятно общаться и не терпишь там негатива от него даже если он тебя называет дауном ты не воспринимаешь это всерьез ну так это настоящий друг настоящий друг это тот с кем ты прошел очень много call of duty то есть там battlefield а что ну в жизни получается друзья с армейки а вот ты же в армии служил там ну все еще служил да осталось сколько полугода осталось стой у вас то получается домой отпускают да конечно да ладно ну норме три года ну пачаны у нас росички года никогда не было максимум два потом на год когда порезали один год сделали удасты все толпой стали говорить те что суете кто те кто служили о один год отчетом служить это не тема типа бля хуйня хухули они там за один год научиться а вы же вас там ты то есть как на учебу зашел отслужил пошел домой но это смотрят в каких-то войсках даже не появляться дома 21 дней да но я не боевая повар в армии тоже я неделю отслужил а вот эти чучмеки блять исламы они же ты в курсе до сирийская правительство взяло алеппо но эти чучмеки рецидивисты перевашили в пальмиру блять в пальмире теперь они сейчас базируются а алеппо типа под сирийским правительством сейчас находится ну хуй знает знаешь вот эти вот все блять вот держать информационное агентство свое особенно если оно топовое это ты просто можешь делать все что угодно единственное тебя если ты будешь то что не нужно государству пиздеть то тебя уберут наверняка и поставят другого блять это также вы знаешь ютаби вот эти каналы там всякие которые освещают конфликты видеоблогеров и прочие залупы бля и на них они же двуличные пидори все они вот чисто бля в реальной жизни я более чем уверен тут чувачок что транслирует дюйма матерась вытекнул цену юра холландский вытекнулся там наехал на басту басту на него там это плохо бы этого сами бля еще как за кадром и матерятся ему моё бит и и в доте блять можно увидеть и в других игр более чем более чем стоит их даже в реальной жизни взять немного подтолкнуть как они начнут козырями своими блять разбрасываться по факту а на видео они вот так вот такие паренькие хуяенькие несущие добро и позитив доху из 2 вот добро и позитив это сергей симонов знаешь да и серёжу выпьем бля за розовую кухню правда не на розовой кухне синие все словно у жопича ты уже но вот его вот это почему она по запаху под папа крепче будет но но у меня активизация идет запашонков и также на вкусовых рецепторов после того как я вот прибухнул прибухнул нормально идет а вот потом если меня прям косоёбит дабы рвоты я понимаю что не хватит а раньше я даже рюмку вот такого если бы и держал то я держал бы через китайские палочки вот так вот потому что этот запах меня он не то чтобы убрал обезврежем и там такого ну ладно чего даже те же самые огурчики блять новогодние пошли бы лучше бля с будем родом колбасинкой во всяком случае получше да уж ну чтож я думаю будем заканчивать сколько там секунд тумин блять уже час двадцать того мы на три часа вы запилили видос кармонарда а получается мы будем уже в говно записывать всякую хуйню ну зато по базаре я имею ввиду если части не к случится то будем до соседи даем ты своих соседей показывать я своих стучаться к ним там удлинитель есть это веб-камеры блять аналитику обзоры проводить блять это уже следующее видео будет если вдруг синий экран сейчас произойдет тогда ведь тоже на час 40 где-то на час 30 ебанул ну да или пойти погулять по улице на на науки а я не знаю блять мне мне как того у тебя там снег есть нет мертвое море какое-то я смертва есть средиземная есть красная от идея но явно не там где мертвое не а у вас ведь там сектор газа рядом туда да а что там вообще пизда происходит ну иногда последний раз было год назад войнушка насколько во войнушка был пару месяцев хороших а то есть прям год назад в ебашились ебашились пару месяцев да и там жертвами и тому подобное ну да были ну а как оценишь вообще израильскую то армию блять двое здраво скажу и очень сильно считается у вас и там государство карликовая блять я посмотрел по карте блять пизде как как краснознамец как-то и краснознамец страна очень сильно а границы охраняемые насколько очень хорошо ну то есть там если если я например и ебаный исламист да будем называть исламистов именно исламисты это те кто террористы террористы так ведь исламисты не исламцы а исламисты ебаные исламисты то есть это еще хуже блять те которые с недобром а с враждебной хуйнёй идут допустим он на самолете выехал к вам в тель-авив приземлился у него ничего при себе нет паспорт все но он зареган как обычный человек как под своим именем дает паспорт на проходку там ведь наверняка есть как как это дерьмо я тоже приходил ну да 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 в паспортный контроль вот очень дает паспорту и что в итоге его пробивает и смотрят что он и есть кто вообще по миру да по всему миру проверяют кто что дело какая у него история но у вас там как пиздец а не часто случается не нормально но вот сегодня было теракт был сегодня в израиле до веру салины и сколько ебанников свежина сейчас скажу для этого бля пачаны вот израиль сколько у вас там миллионов нахуй живет 7 сибири блять два краснознавецка ебаный какой нет на самом деле у вас живет даже меньше чем в москве ну да пиздец вот два полицейских это бля из-за того что наверное бля гитлер так там похозяйничал да 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 6 миллионов не а получать минус 6 миллионов а плюс вы бы раз родились еще и это вообще пиздец как таракан не ну если бы израильтян всех собрать да чисто чистокровных евреев ты в одном месте было бы тогда блять лямов 50 60 как на украине не так ли то есть если вы гитлия не вмешался до а поговорю гитлер сам было типа евреем то ли изнасилован то ли он сам еврей был так вот на конечно у нас там население вообще мире пиздрическое блять так сколько людей померло сегодня да ни одного только а так нет два полицейских хранили сектор не ну это конченность этот по моему у них что там не так пошло как мне кажется у этих террористов блять они ж любят блять сгустки ебальников еба я помню даже видос почины америки тиви он когда возвращался с франкфурта по моему что такое или блять короче в европе был им предстояла поездка на поезде двух я у там ведь двухъярусные поезда поезда и он заходит со своей мадемуазелью видит чувака такой внешности блять и народной и народной внешности с такой вот сумкой блять и говорит выходим выходим к катерина 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 выходим я заново билеты возьму я не могу с ехать не могу бля за саломерик и тиви вот а все лишь из-за того что они как сервисами вот ты вот те вот самые головорезы у них нет головы но есть зато в правой и левой руке по взрывчатке блять и бегут они бегут бегут себе находят цели взрываются просто если они взрываются если только их не потрелишь на они взрываются на месте или когда цель достигают взрывается также не могут но это это ты даже не услышишь если ты будешь вблизи в такой приличный близи такой что тебя не заденет а просто глушанет ты не услышишь ты не придашь на значению этому что там аллахатба они что там аллахатба они крикнут и все рычажок дернут блять и пизда я считаю надо разъебывать вот этих всех мудачил и впоследствии переходить на украину согласен потому что на украине тоже такие группировки которые блять за всю вот эту коалицию бывшую которая проебала блять все на свете и до сих пор они пытаются хранить по заслугам тому блять юбка гауляйтер мой дед был гауляйтером но не на всей украине разумеется на западной как правило на западном кредит у меня сколько западных знакомых было они ограничивались модер точнее не не пишу не моря админ паблика моего бывшего бывшего уже не паблик был каком как его звали блять чё-то на вы чё-то на вы и фамилия луценко какая-то такая блять чисто западная кококок да у цента да глученко мама у меня тоже окружение пачаны если что не чисто русская блять состоит так что блять ну ну так же и драчу а драчу да это очень кузьба а кузьба хохли ну да а я же уже высказывал те теорию из-за чего столько украинцев смотрит именно если ты стриме украинец и тебя смотрят много почему я уже высказывал так же и на ютюбе и на твиче а знаешь почему вот твои предложения ну проверить если у тебя есть ненависть к хохлам и потом за тобой гоняться ты украинец в такое сложное время для украины вообще в общем вот эти все безумцы они они скомпонованы группировки как правило вот те вот самые блять которые желают смерти чисто ладно я то могу в доте до по бугорозе там ебал там твою мать но это я говорю ебал твою мать шейки 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 ромать как шейки ромать ты представляешь как выглядит волосатая морозина волосатая тоже морозина с таким вот же перекрестьем блять в носу с рожками и не умеющая наверняка фиссуру даже давать потому что принцессы никакую люди воспринимают это бля я же говорю вот не просто никнейм имя имя в доте никны название персонажа я не именно вот этого говорю мать ебал да а я говорю вот шейки тэн протектор мать твой бал а тэн протектор вот по истории тэн протектор мать это дерево блять наверняка для дерева в которую вставил крестьянин какой-нибудь в дупло блять вставил кончил и из этой бедной ебушки вырестил так на чем вы становились я не понял как нибудь а про коглов да почему коглов смотрят и на ютюбе и на твиче потому что бедная украина сейчас переживает очень паленый паленый факт своего существования они же же все все работу почти по там мало там мало денег блять большие налоги а молодежь то бедная молодежь что она вынуждена они смотрят на родителей видят родители работают ну хватает там на электричество за коммуналку заплатить да покушать не сильно так шибко там картошечку там папа иногда раз в месяц поднакатит с сальца вместе с горилочкой и все они уходят в свой мир в свой мир это твич и ютюб и уходят не в роли производителей а вроде зрителей они смотрят хохлов они смотрят себе подобных людей и тем самым сами себя поднимая о он украинец он поднялся мы я тоже поднимусь вот они вот этой хуйней мысли понимаешь вот жопич он же уа это винница блять это это винница там где если я появлюсь и меня кто-то увидит из знающих людей они меня блять могут это раз пять хлеб что он же хохол не хлеб хохол хохлина еще то но кримская хохлина и любящий крему по факту за крим язык за нынешнего хлеба который блять я не знаю скатился да никуда да никуда да никуда так вот в крему вообще такая хуйня ну блин скоро мы уже пойдем на билет вроде как рецепт карбонара да опиздим обо всем обо всем обо всем ну смотрите насколько темное яблоко я яблоки так то еще раз повторяю и произвожу я их не особо люблю эти яблочки ну что там а ты я бы к яблокам как относишься люблю зеленые кислые которые оооо блять ну у тебя благо зубы целый ёпта а то зубы тропильного скилла как у чипа не хватает ты начал ты поднялся за счет того что чип те зубы выбил пачаны им хуйня в том что я один из первых вот вы не устекаете момент один один из первых не просто первый один вашими словами оперирую не так ли сейчас же гайдики а у жопа просмотров если вы канал с нуля начинаете они не будут иметь по факту потому что гайды уже на почина всех куда вот с приходом 3 доты вот этого триборновской блять можно будет дальше обладавки зубовак ну нам дают веришь нет я уже два дня процепали со мыслью поиграть в эту игру блять фонтан заюзит там блять представь ты вот это вот кентавр какой-нибудь или оверде не не овер андер вот а короче или брестал бакетом колоквей какая залупенция додерская хардовая идешь на карт стоишь тебя на курсы вот на курсы но тебя максимум на курсу и когда ты уже обратишься к фонтану но на минуте 3 4 по факту ты пошел к фонтану отределился полностью все и хилочку себе вдобавок на будущее притащил и вообще easy то есть ну они по сути гагами плей поменяли по факту они поменяют то есть сейчас дота будет настолько непредсказуемо опять же то как отстоит ты понимаешь что хардлайнер хардлайнер вот это вот которого допустим ты команда чморит вражеского хардлайнера чморит чморит все понимает что у него нет ни денег ну так чисто в голове прочитаешь у него нет ни денег времени съебаться а он естественно пойдет на фонтанчик а ты берешь говоришь командочки блять команда пас юпта там сторожить его в районе этого фонтана в смоке человек даже достаты если у него там допустим 200 хп 200 хп разве не заберет единственно минус знаешь чем в том что когда вражеский герой юзает на этот фонтан и он регенится а ты его пиздишь реген не спадает это хуёво не знаю я такое не пробовал я вообще в доту не заходил с начала месяца вагон а блядь ты даже не калбова в новую о том не Тссс Ахахахахах Ну что ты там делаешь? В смысле? Да Что? Что? что давай сюда 5 о чем говоришь то мама ничего смешного нет ты заглядываешь комнату без в комнату сына именно до последнем чё ты решишь она говорит на последнем из дыхания ну что ж блять похуй 4 часа нахуй причины это видео если что должно было длиться вон карбонар пожалуйста блять от карбонара тут если вы хотите это не какое вы блюдо хотите увидеть в новогодний да это где-то через через сколько ну недельку через но под новый год так сказать под новый год блюда только не надо там просить оливье там селедка под шубой пизду я вот эту вот хуйню и не селедку под шуба а что-нибудь такое знаете не крестьянского класса как бы сказал на вас а масштаба депутатского депутатской короны вот такой вот рецепт нам нужен даже не рецепт а хотя бы название рецепт мы сами найдем блюда артем подскажет и блюдо дохуя знаешь ну да ну вот сколько ну так на скидку блять почти из любой хуйни можешь приготовить что-то далеко из помидора так под помидоры майонез огурец огурец лук чеснок что ты приготовишь салат а хлеб если будет можно сэндвич захуярить сэндвичи чего ну и бекончик добавить а бекончик добавить бля его бекончик тоже добавил так же почему не неплохо на уроке ну ладно пачаны это все в будущем мазапака бич топ геймер отзыва с вами был артем из израиля с которым я надеюсь если у меня здоровье будет позволять мы увидимся вот оббег визма чатка все доброго почему рецепт карбонара как карбонар или кого как карбонара или коба карбонар карбонару карбонара мои два варианта были неверны габанар карбонар карбонар в итоге ну как тебе нет к у вас есть как карбонар 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 в тьму исходя ну папа вот именно пойму по не поймут же что корбонар нет как не пойму да я сам не пойму ладно